Весь мир – театр, и все мужчины и женщины – просто игроки. У них есть свои входы на сцену и выходы с нее. И один человек за свою жизнь играет много ролей. Его деяния занимают семь веков. Я решил начать с Шекспира, потому что в этой цитате подчеркивается первая ошибка, которая наносит урон вашему образу. Что же это такое? А то, что люди не меняются. Почему у вас один и тот же внешний вид уже более десяти лет? У нас, у человеческих существ, есть удивительная способность становиться лучше, совершенствоваться, делать шаги в направлении к прогрессу. Со временем вы можете достигнуть значительных успехов. Но в своем стиле мы, парни, стремимся к комфорту. Мы нашли комфортный для себя стиль 10 лет назад или 20 лет назад. Или, может быть, всего 6 месяцев назад. Но дело вот в чем. Вы меняетесь. Например, на работе вы получили повышение. Или у вас новые отношения, так почему бы не поменять свой стиль? Как же это сделать? Нужно подумать, какой месседж вы хотите сообщить окружающим. Отражает ли ваш стиль вас самих? Это нужный мне стиль. Транслирует ли этот стиль то, что я хочу показать окружающим? Тот самый образ. Вы можете подумать, что я слегка глубоко копнул, что я слегка перегибаю палку. Но, господа, такова жизнь. Жизнь – это непростая штука. И то, как мы одеваемся, какой у нас стиль, какая у нас манера говорить – все это помогает окружающим оценить нас и сформировать о нас свое мнение. И следующая привычка – по мнению многих парней, совершенно не важна. В обществе любят продвигать такой подход, но вообще-то это полная чушь, потому что те, кто в это верят, а попробуйте с таким подходом, с закрытыми глазами, прожить всю жизнь. Это совершенно невозможно, потому что глаза нам нужны, чтобы мы могли составить свое представление о чем-то. Когда мы за рулем, мы видим зеленый свет и красный свет. У этих цветов есть свое значение, если вы не будете следовать правилам, дело кончится аварией. То же самое в других сферах. Если вы смотрите на кого-то, вы можете воспринимать этого человека как угрозу, или как ваш счастливый шанс, или считать этого человека привлекательным. И все это мы воспринимаем не со слов других людей, а потому что мы смотрим на них и составляем свое мнение. Люди, наделенные властью, знали это еще со времен сотворения мира, поэтому люди изобрели униформу. Чтобы люди могли считать тот месседж, который они хотят сообщить миру. Музыканты постоянно используют этот прием. Например, Джимми Хендрикс. Этот парень точно знал, как загипнотизировать толпу. У него был свой особый стиль. Он выражал себя через наряды, через аксессуары. Принц, еще один потрясающий музыкант, отлично знал, как через свой образ показать себя. Но это применимо и к классической музыке. Было такое исследование, в котором музыканты, одетые неподобающим образом, вышли на сцену, и за их игрой наблюдали зрители. Зрители оценили их исполнение как такое себе. Хотя музыканты играли так же профессионально, как и всегда, когда были одеты в концертные наряды. Но музыканты были одеты кое-как, и зрители плохо оценили их игру. То есть их плохо оценили из-за неподобающей одежды. То есть я хочу сказать, что не стоит думать, что ваша одежда, ваш образ, ваша самопрезентация не имеют для других никакого значения. Очень даже имеют значение. Многие из вас, ребята, покупают самые дешевые предметы и приспособления, которые имеют отношение к гардеробу, или аксессуарам, или средства по уходу за собой. Здесь экономить нельзя. Лично я определяю качество, как главную ценность в этом вопросе, отношение, цена, качество. Еще одна привычка, которая убивает ваш стиль, когда вы слишком беспокоитесь по поводу мнения других людей о себе. Люди используют этот предлог, мол, мне наплевать, что вы обо мне думаете, но это не так. На самом деле это такое стадное чувство, потому что... Оглянитесь вокруг. Вы одеваетесь, как все. Люди говорят, что им плевать на модные тенденции, но им от них никуда не деться. Взять, например, футболку с кроссовками и джинсами, бейсболкой. Вы их носите, потому что их носят все. Потому что это продается в магазинах. Что ж, у вас всегда есть возможность, которой можно воспользоваться, пойти в комиссионный магазин. Это один из лучших вариантов, потому что комиссионные магазины не привязаны к конкретной моде. То есть вы можете подобрать себе отдельные элементы одежды, но потратить много времени, чтобы собрать цельный образ. Но в этом есть свои плюсы, потому что вы можете сказать, «Эй, я тут нашел винтаж из 70-х, может, я смогу его сочетать с чем-то из 2015-го? Может, есть что-то подходящее?» В моем гардеробе уже есть отличные брюки и отличные джинсы, как этот топ или как эта рубашка будет с ними смотреться. Мне нравится такая работа мозга, потому что она заставляет вас задумываться и искать варианты, какой стиль вам подходит лучше. Следующая привычка, которая убивает ваш стиль, это ваши ограниченные убеждения. Вы думаете, что костюмы устарели, потому что видите мужчин более старшего возраста в костюмах? Нет, ребята, в вашем возрасте тоже носят костюмы. Понимаете, истории мужского костюма несколько сотен лет. Никуда он не денется, чтобы вам там не твердили в масс-медиа. Костюм по определению это просто пиджаки, пара ботинок, сделанные из одного и того же материала. Люди носят спортивные костюмы. И вы начинаете понимать, да я же могу купить костюм и носить его совершенно по-разному, как захочу. Я могу выбрать более повседневный стиль или более парадный. Я могу выбирать совершенно разные стили. Мне нравится ходить по винтажным магазинам, потому что я там могу найти костюмы из 70-х, костюмы из 80-х, из 2010-го. Я могу найти разные крои, ознакомиться с деталями, характерными для каждого времени. И вы понимаете, что костюм с течением времени эволюционировал так, что мужчины в них стали выглядеть просто великолепно. Костюмы стали кроить так, что мужчина казался выше, стройнее, а выглядел более мужественно. Не стоит себя ограничивать, думая, что если мой дедушка носил костюмы, значит я уже не могу, что это какое-то старье. Нет, чувак, твой дедушка выглядел отлично в костюме, и в нем он и заполучил твою бабушку. Вы можете надеть костюм и вдруг увидеть, что образ окажется очень стильным и модным, потому что тот, кто следит за модой, хорошо знает, что в моде новое – это хорошо забытое старое. Следующая привычка, когда вы покупаете понравившуюся вещь и носите ее, не думая о том, как она сидит на вашей фигуре, как она подходит вашему цвету кожи. Вы носите одежду, которая не идет вам по цвету, вы носите одежду, которая вас полнит, или ту, в которой вы выглядите слишком тощими. Любой предмет одежды в зависимости от ее формы и кроя может подчеркнуть в лучшую сторону ваши природные особенности. Вы должны это понимать, особенно если ваша фигура далека от стандартов. При этом вы можете без труда найти одежду, в которой вы не будете выглядеть ни чересчур массивным, ни обтянутым кожей скелетом. Вам нужна многослойная одежда, и даже летом, когда можно найти что-то такое, знаете, например, рубашку Хенли с длинными рукавами, и просто закатать рукава. Если вы наденете рубашку с длинным рукавом, а затем закатаете рукава, вы не будете выглядеть крупнее, но вот с пропорциями дело будет обстоять лучше. Если же вы довольно массивный парень, вы можете использовать ту же тактику. Вы можете надеть рубашку с длинным рукавом из... Вы можете надеть рубашку с длинным рукавом и закатать рукава. Шорт следует избегать. А вот штаны будут отлично сочетаться с рубашкой. Да, конечно, если на улице жарко, надевайте шорты. Но так много парней бездумно надевают шорты летом по привычке. Лично я могу носить очень легкие шерстяные брюки. Я могу надеть очень легкую рубашку из льиной ткани. Она прекрасно дышит. Такая рубашка станет отличной альтернативой для крупных парней. Такой образ не сделает вас визуально худым, но лучше выглядеть более массивным, но стильным, чем толстым и неряшливым. Нам это не нужно. Мы хотим выглядеть как парень с обложки, как тот, на кого обращает внимание. Следующая плохая привычка – это боязнь аксессуаров. Многие парни ошибочно думают, что аксессуары – это что-то слишком яркое, слишком экстравагантное. Знаете, мне нравится наблюдать за музыкантами. Эти ребята всегда на виду у публики, и они знают, как эффектно носить аксессуары. Украшения, шляпы и другие красивые штуки. Но поймите, вам не надо блистать на сцене перед публикой. Вам нужно пойти куда-нибудь, чтобы люди смотрели на вас и говорили комплименты, чтобы вас заметили в толпе. Ваша уверенность в себе от этого только выиграет. Но как начать носить шляпу? Как начать носить ювелирные изделия? Как начать носить солнцезащитные очки, которые выглядят нестандартно? Может быть, вы даже не носите солнцезащитные очки, но хотите начать носить вайфареры? Так с чего же начать? Надевайте их, когда просто ходите по дому. Носите шляпу дома, и через некоторое время вы к ней привыкнете. Вы забудете, что она на голове, и спокойно пойдете в ней в город. Вы можете себе даже сами не отдавать отчет, но когда вы привыкнете носить аксессуары дома, вы не будете их замечать, когда куда-то идете. По итогу вы к ним привыкаете, они становятся для вас естественными, и чувствуются уже будто часть вашего тела. Что ж, господа, какое видео мне посоветовать вам посмотреть после этого, как насчет самых больших проблем, с которыми сталкиваются мужчины в этом году прямо сейчас. Проблемы, которые современный мужчина должен преодолеть. О чем я говорю? Кликайте по картинке, и сразу все узнаете. Посмотрите это видео, ребята, там много интересной информации. Не пожалеете. Субтитры сделал DimaTorzok